Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей. 13 февраля 2018 года, вторник. По одному из старинных, 24-й день, месяца Юкостужи, 7526-го лета, неделя. Мы начинаем живой эфир, посвященный теме восстановления сил, снятия стресса. Автор-сказитель Артем Ива. Здравия тебе, Артем. Добрый вечер, всем времени, здравия и отличного настроения желаю. Всем, кто слушает, видит, чувствует и вообще всем жителям нашей прекрасной планеты Земли. Всем удачи! Вот так улыбаешься, сразу понятно. С себя стресс снял, силы восстановил. Давай тогда начнем с того, что ты расскажешь, кто ты есть такой, как докатился до жизни этакой и как ты оказался в нашем тесном дружеском кругу. Спасибо Вселенной, что хорошие люди объединяются, притягиваются, наверное, по этим законам Вселенной, что позитивные люди, у которых есть поиск чего-то нового, прекрасного, который желает добра другим. Эти люди объединяются. Именно поэтому, наверное, я и оказался здесь. Если сказать о себе, ну, если посмотреть на мой паспорт, то мне 48, я живу в Бразилии, в России, бываю четыре раза в году. Ну, в общем-то, это то, что можно сказать так официально. Я занимаюсь психоэнергетической защитой. Мне очень интересно видеть, что между людьми есть энергетические связи. Я стал это видеть в детстве и с удовольствием рассказываю об этом, что между нами есть взаимосвязь. Это для меня не нечто теоретическое, это некая практическая вещь, которую я вижу. И между матерью и ребенком есть связь, между любимыми людьми, между теми, кто ссорится, тоже есть связь. И поэтому, ну, скажем так, энергетическим нитям идет определенного качества энергии. И я за то, чтобы в нашем мире, нашей вселенной, нашей стране, ну, в стране, где я сейчас нахожусь, этих связей было как можно больше позитивных. Я с 2005 года живу в основном в Бразилии. Это город Форталезе, это близко как Ватру, сейчас там 38-42 градуса. Я позитивный, естественно, как бы выше нуля. Вот там у меня много друзей, как сказать, часть моей семьи все находится там. А здесь сейчас я в России по случаю праздника, который будет 23 февраля, праздника для мужчин, потому что 4 раза в году я провожу такие, ну, что ли, выездные встречи, когда на 5, 7 или даже 10 дней мы с мужчинами из СНГ выезжаем на природу. Места, которые называются места силы, где много позитивной энергии. И там создаем совместное намерение, желание, думаем о будущем. Желаем, чтобы в нашей жизни, в нашей семье, в нашей стране было больше удачи, добра. И мы делаем для этого совместные визуализации, общение с природой, общение со стихиями. Мы все это очень любим. И, собственно говоря, вот по этой причине я и здесь сейчас рассказываю о том, что между людьми есть энергетические связи, как это использовать, как это чувствовать. И так получилось, что я был на конгрессе, который связан с вопросами здоровья в Москве. Я тоже был проездом, пролетом, получается, и совпало. И мне пригласили выступить, рассказать о конгрессе, о своих методах на этом конгрессе. Я познакомился с прекрасным человеком, с прекрасной девушкой, которая работает на вашем радио. Юлия, вот она мне взяла интервью, она появилась у вас, стали задаваться вопросы мне. И вообще здорово, что так все пошло. Я как бы рад, скажу сразу, что поскольку я, ну, скорее всего, по духу уже многое время, я много лет связан с Южной Америкой, поэтому некий момент темперамента южноамериканского буду приносить в нашу беседу. И я, правда, такой вот, я и по жизни такой, скажем так, эмоциональный, с жестикуляцией. Вот это, как сказать, естественное мое состояние, слава богу, что люди разные. И я постараюсь привнести, так сказать, темперамент живого общения также в эту беседу. Поэтому, дорогие мои друзья, всем счастья, вдохновения, любви. Я с удовольствием отвечу на вопросы по поводу, как снимать стресс, как предупреждать стресс. Вот, и, может быть, какие-то даже практические вещи, как снять стресс в эти ближайшие дни, тоже с удовольствием поделюсь вот таким образом. В общем, еще немножко, и ты нам спляшешь румбу с ча-ча-ча. Румба с ча-ча-ча, да. Ну, не знаю, может быть, это какое-то отношение в Бразилии. Да. Хорошо, скажи, а каким образом ты в Бразилии отказался? Чем тебе жизнь в России или в странах СНГ не устраивала? Что такое случилось? Что тебя-то потянуло к экватору поближе, в солнечную Бразилию? Судьба! То есть, моментально, что я почувствовал какую-то, чувствую свою любовь, так я почувствовал, блин, это мое. Здесь что-то есть такое, что мне близко, понятно. Да, конечно, русского человека, особенно привыкшего к каким-то вопросам дисциплины, в начале много было странных моментов, вот, самолеты не летают, потому что футбольный матч, сборная играет, поэтому банки не работают, такси не вызовешь, потому что местный клуб в это время выступает, ну и так далее. То есть, есть какие-то моменты, большое количество праздников, и это людей, которые привыкли постоянно на футболе работать, напрягать, вот, и есть какие-то правила своеобразные. Тем не менее, я почувствовал, что здесь именно есть какая-то часть реализации моего таланта, хотя бы какой-то период. И я это ощутил всем своим существом, и поэтому так это случилось. Не могу сказать, что я от чего-то бежал. Вот, это просто был зов души, и я там встретил много единомышленников, поэтому так у меня это по-прежнему продолжается. Хотя я тоже, наверное, думаю, с чего бы это вдруг. Ты знаешь, когда ты рассказывал, самолеты не летают, такси не ездят, не вызовешь, потому что праздник, и я так думаю, ну и что? И, в общем-то, в России часто такое бывает, где-нибудь региональный праздник какой-нибудь, там, день города или что-то еще. И тоже так, народу куча, все ходят, что-то там довольные, забывают про работу, веселятся там и так далее. Так что, может быть, просто бразильский темперамент добавил вот этого огонька, а того, конечно, для России ничего удивительного, в общем-то, и нет. Ну ладно, хорошо, давай, да, перейдем уже к теме программы «Восстановление сил, снятие стресса». Вот я предлагаю тебе уже рассказать о том, что это такое восстановление сил, в каком смысле, каких сил, и снятие стресса, потому что стрессы-то бывают разные, вот давай об этом чуть-чуть так поговорим. Да, хорошая тема, по сути, это, ну что ли, основная тема, которой я занимаюсь там, в Южной Америке, как снимать стресс. И поскольку я здесь, в России, мне такой вопрос был задан, слушай, Артем, вот такая вещь, стресс. Я стал, как бы, думать, мониторить, ну, а что под стрессом подразумевается, вообще, в принципе, здесь? У меня достаточно много друзей, есть вот YouTube-канал, и люди мне пишут, есть канал в Телеграме, люди мне пишут, и поскольку я отвечаю на вопросы, я думаю, используя эту возможность вообще-то, спрошу тоже у людей. Я сразу написал, везде, где туда можно, друзья, ответьте мне на вопрос, что вызывает у вас стресс. И 209 человек мне ответили подробно, ну, кто-то так формально, но 209, я начитал это подробно, мне расписали. Я выделил несколько моментов о том, как стресс предупредить вообще, как сделать так, чтобы, ну, мы нечто поняли глубоко, в голове, в душе мы что-то поняли, и поэтому не впадали в стресс, да. Я не буду сегодня говорить о тех методах, как снять стресс, не очень, может быть, старыми, но такими способами, когда люди садятся в самолёт, и если они не очень любят, как сказать, турбуленцию, ну, когда их трясёт, они там пьют хорошенько водки. То есть я такие способы, может быть, не буду даже рассказывать, предлагать, а предлагать такие методы, когда ты садишься в самолёт, и, в принципе, тебе ничего не хочется пить, и чувствуешь себя нормально. Кстати, поскольку у меня большая часть жизни в самолётах, я вывел одну форму, и могу такой задать вопрос сразу вам. Я заметил, есть три категории людей, которые не боятся летать ни в какую тряску. Подумайте, кстати. Вот, может быть, у вас есть какие-то свои категории людей. Я не беру категории людей, тех, которые пьют. То есть есть другая, три категории людей, которые не боятся летать в самолётах, неважно, какая качка, и если даже качает, они на это не обращают внимания. Может быть, у вас тоже есть какие-то варианты. Подумайте об этом, может быть, в конце, или даже прямо сейчас будете где-то отвечать в эфире. Смотрите, что я исследовал в процессе подготовки к нашему выступлению. Во-первых, я возьму такие сферы, как накопление нервозности, стресса и напряжения, связанное с проблемами с нашим телом, с нашим организмом, то есть с нашим здоровьем. Потом следующий аспект – нервозность, проблемы, которые накапливаются в связи с трудностями, которые есть в семье. Когда нас не понимает близкий человек, когда, может быть, сложности с сыном. Ну, не знаю, вот многие мне написали, что сложности именно с сыном. Может быть, потому что я больше мужчинам помогаю. Ну, как же сына, я не понимаю. Может быть, окажется какая-то ситуация в России, да. Вот. И, естественно, связанное с зарабатыванием денег. Опять же такие кредиты, долги – вот вся эта часть нашей жизни. Потому что огромные стрессы, напряжения, болезни, нервозности, развалы семей происходят именно на почве, что есть кредит, и он давит на нас. И первое, что я понял – нам нужно больше сил. Не просто физически что-то поесть хорошенько, а нам нужно больше душевной энергии, чтобы стрессы не возникали. Ну, к примеру, если человек, у него нервы нарушатаны, да, он нервничает, там, переживает, он не спит. Любая проблема может вывести его из себя. К примеру, да, если человек, там, вышел на улицу, и там, снег в лицо, ему неприятно, он начинает нервничать, там, беспокоиться. А другой идет, ему, там, снег вьюга, там, не знаю, куски льда, он в лицо бьет, ему все равно. То есть он наполнит чем-то, то есть у него какая-то устойчивость есть. Есть люди, у которых нет такой устойчивости. И вот чтобы была такая устойчивость к стрессам, необходимо наполниться силами. И я бы назвал первый принцип, да, я сегодня разберу четыре принципа, благодаря которым можно от стресса себя защитить. И прошу сейчас обсудить первый принцип – это умение наполняться энергией высших сил. Как подключаться к энергии силам добра, которые мы можем назвать высшими, добрыми, светлыми, могущественными силами. Причем я сейчас не буду делать такое отступление, что такое высшие силы, подразумевая, что у каждого из вас есть какой-то взгляд на ту силу, которая выше. Ну, я лишь простой свой пример могу сказать, поскольку первые годы своей жизни, первые шесть лет своей жизни я жил на крайнем севере, это полуостров, Кольский полуостров, и еще выше полуостров Рыбач. Ну, это вообще, это очень далеко на север. Полярная ночь, полярный день и так далее. И когда, еще будучи ребенком, у меня возникали эти вопросы обращения к высшему, о присутствии нечто феноменального, божественного в нашей жизни, потому что мне через сны это шло, и я думаю, что с этим делать. И когда я встретил человека, который был близок, скажем так, к духовным, древним традициям, и задал ему вопрос, что же такое, как понять мне то, что люди называют высшим богом и так далее. Он мне привел простой привет по поводу высшей силы. Он знал, что я очень люблю природу, камни, потому что где-то особо не было, знаете, камни, сопки. И он мне сказал просто, попробуй обнять вот этот камень. Просто огромный такой валун, который мы любили обнимать, когда там маленькие периоды тепла у нас было. И я его обнял, и стоял обнявшись с ним, и, как это часто бывало, почувствовал очень приятное состояние, что ты обнимаешь больше тебя. И спросил меня мой наставник, как ты себя чувствуешь? Я ему передал, да, вот, классно, здорово, я обнимаю его, и он меня чувствует, я его чувствую, это выше меня, это выше что-то такое. И он мне привел, как сказать, показав на этот пример объяснение, смотри, ты слился сейчас с тем, что больше тебя, выше тебя, могущественнее тебя, хотя бы вот этот живой камень, потому что эта местность стала священна. И вот этот камень был больше меня, и я воспринимал себя как нечто более-менее, но это не было унижением, это было просто, что ли, фактом и ощущением. И поэтому, если у вас есть такое ощущение, что есть некая сила, которая больше вас, мудрее, могущественнее вас, опа, наушники, то как раз это и будет высшая сила. Вот, как призвать помощь этой высшей силы, чтобы мы по теме нашего разговора были более стрессоустойчивы. Как вселенная будет отвлекаться на нашу просьбу, как вселенная ответит на нашу просьбу. Вот, что касается стресса, я вывел такую формулу, все-таки стресс возникает, когда какая-то просьба не удовлетворена. Мы что-то хочем, мы хочем какого-то, не знаю, внимания, чтобы этот человек, которому мы, может быть, симпатизируем или на работе, сказал, что мы там, ну, мы молодец, ты здорово поступаешь, ты молодец. Мы хотим похвалы или признания, чтобы нас отметили. Когда этого не происходит, как нам плохо, да. Все, то есть мы желаем, мы желаем, чтобы, ну, там, мы купили еду себе домой, чтобы у нас было еды в достатке, чтобы у нас было еды в достатке для нас, для наших детей, мы хотим простые вещи. И когда мы что-то себе не можем позволить, мы испытываем это вот напряжение, которое накапливается. Ну, и так далее. Вы все мудрые, умные люди, и они будут дальше идти вот объяснением. То есть, понимаете меня. И вот эта неудовлетворенность, да, потому что само слово стресс, как-то трудно вообще понять, что это такое вот, как-то его, так же, как и болезнь, это состояние определенное. То есть, понять четко, что такое болезнь в целом, то есть, здоровье понятно, что это болезнь, как-то нет такой точной формулировки, так и стресс. Точной формулировки, может быть, и нет, я и не ищу. Вот это состояние, которое накапливается напряжение, нервозность, неудовлетворенность. Вот это и рождает то состояние, которое мы называем стресс. И подключенность к этим силам, контакт с ними, когда мы просим больше любви, больше здоровья, больше добра в нашей семье, больше гармонии нашим детям, больше любви вообще вот с теми людьми, с кем мы живем, больше удачи, успеха. Мы это просим у высших сил, и, соответственно, мы можем это получать. И мы будем это получать, если мы делаем какие-то добрые вещи. И вот, казалось бы, я кому-то могу показаться в этом плане странным или говорить абсурдные вещи. Я точно могу сказать, это мой опытный путь, это мой опыт 20-летних методов преподавания в разных странах. Это 36 стран фактически, где я побывал и общался с людьми, объяснял, как защищать себя от негатива, как убирать негатив. И вот именно, по сути, добрые дела являются для нас самой сильной защитой от стресса и самой благоприятной почвой, чтобы найти контакт с этим выше. Помогаем мы бедным людям, помогаем мы старикам, помогаем мы детям, животным, чистим мы природу. Всё это как-то расширяет нас, увеличивает наш внутренний объём, объём нашей силы, объём нашей энергии, чтобы впустить в себя эту благотворную помощь из-за защиты высших сил. И тогда вот эта наполненность, она даёт и здоровье, и такую удовлетворённость в общении с людьми, и в какой-то момент благополучие. И тогда, знаете, стрессовых факторов намного меньше. Поэтому посмотрите, да, где вы можете помочь людям. Я сейчас в Новом Городе для меня, я проездом, я сейчас еду в Ашкортостан, там у нас будет занятие 20-26, да. И я по пути заезжаю в города, где чистая и красивая природа. Сейчас я Йошкар-Ла, и я здесь живу прямо возле леса, и каждое утро мы с друзьями выходим чистим этот лес. Ну, его загрязняют, разбрасывают. И мы это чистим и ощущаем, я чувствую, по крайней мере, подъём позитивного состояния. Ну, мы ещё делаем другие добрые вещи, но сам момент, ты делаешь что-то в течение дня, что помогает другим людям как-то жить лучше, добрее, красивее, и это наполняет тебя. Но кроме всего прочего, возьмите что-то для себя. Вот это первый фактор, о котором бы я сказал. Алексей, если есть мнение, обсуждение, то давайте обсудим и пойдём дальше. Не-не, давай так, ты сделай доклад, вот как ты считаешь, а потом мы будем уже во второй части разбирать, общаться с нашими зрителями-слушателями, которые будут писать вопросы в наш чат из канала YouTube, youtube.com.slash.slavradio, и на нашем сайте slavradio.com там есть у нас разделчик, посвящённый как раз чату, это вот если кто у нас сейчас находится на сайте, потому что спрашивают, гостиная, там чат-беседка, вот сразу напоминаю, гостиная, верху ищите меню, чат-беседка. Так что ты продолжай пока, а дальше мы будем уже разбирать конкретно по вопросам, пройдёмся и, может быть, что-то ещё дополним, раскроем и так далее. Сейчас ты сделай доклад, чтобы нам времени растягивать, и мы-то во второй части уже перейдём к вопросам и ответам, которые у нас на канале YouTube и на нашем сайте появляются в чатах. Отлично, спасибо большое. Ну, тогда я коротко повторю, что первый принцип, который я вижу для того, чтобы защитить себя, ну, или, скажем так, обезопасить себя от стресса, преуменьшить стресс, это общение с высшими силами, которое мы можем, ну, что ли, улучшить благодаря, ну, какой-то неэгоистическим, подходу, думать не только о тех, кто нам ближе, да, а думать также о тех людях, кто вообще, в принципе, живёт в нашем городе, в этом мире, подумать также о том, что наши дети, люди, которые, ну, дети, которых мы воспитываем, да, или дети наших знакомых, на их примере мы можем видеть, что если мы в жизни что-то получили, что-то мы заработали сами, и мы заработали за счёт своей силы, за счёт своего силы интеллекта, там, уверенности и так далее, мы получили какой-то достаток деньги, и если мы не даём возможность нашим детям самим зарабатывать, как-то проявлять себя, то это тоже, ну, как бы стрессовый фактор в дальнейшем может быть, поэтому, насколько я знаю, да, Билл Гейтс сейчас ведёт такую, ну, что ли, негласную, негласный фонд о том, что не давайте детям наследство, пробуждайте в них способность самостоятельно проявлять себя и самостоятельно реализовывать себя, и многих, как сказать, богатых людей этого мира он уже подбил на эту тему, и, в принципе, нам тоже стоит задуматься о том, что если мы воспитываем детей, то каким образом сделать так, чтобы наши дети проявляли свой талант, а не только жили за счёт, ну, скажем так, того, что мы им даём. Вот, почему я это говорю, ну, наверное, вы понимаете, потому что причиной многих напряжений и стрессов является наше взаимоотношение с детьми. Отдельная тема, возможно, как-то мы её осветим ещё дальше. Простите за мой русский, я периодически могу забывать русские слова, но всё-таки буду, так сказать, вспоминать, концентрироваться, и если возникнет вопрос на эту тему, давайте его обсудим ниже. Второй фактор, который я раскрыл, общаясь со своими знакомыми в России, это стресс, который возникает из-за того, что в сфере работы, там, где мы работали, мы понадеялись, что мы получим какой-то хороший доход. Сейчас я сделаю одну вещь, чтобы не слышать звук и скайпа. Всё. Вот. Мы понадеемся, то есть мы надеемся, что тот человек, с которым мы работаем, выполнит свои обязательства. Мы надеемся, что, ну, скажем так, наши партнёры, те, с кем мы работаем, выполнят то, что мы договорились. И есть такая вещь, как, ну, что ли, неоправданные надежды в сфере работы. Вот тут ещё тоже надо посмотреть хорошенько. Мы можем заработать много стресса, много напряжений, вплоть до, ну, таких сложных болезней, психических расстройств, даже самоубийств, когда мы теряем работу, теряем статус, теряем карьеру, теряем деньги из-за того, что мы не разведали хорошенько ту сферу, в которой мы будем работать. О чём я сейчас говорю? Большой источник стресса – это когда мы поработали какое-то время и надеемся теперь, что те люди, которые были рядом с нами, они самостоятельно будут что-то делать. Это может быть в сетевом маркетинге, это может быть в каких-то корпорациях, даже в частных корпорациях. Что те люди, которых мы воспитали, которым мы всё показали, которых мы якобы долгое время учили, теперь активно всё начнут делать самостоятельно. И вот эта ошибка – это заблуждение, которое вызывает огромное количество напряжения. Что я часто слышу на таких вот персональных разборах? Два человека говорят друг другу. Слушай, я тебя столько времени обучал, я тебя столько времени учил, ты уже должен был это понять, мы с тобой договаривались, ты это сделаешь, ты этого не делаешь, ты вообще такой начинаешь. То есть люди уже готовы буквально убить друг друга. Это не просто стресс, это настоящая война. Так вот, чтобы избежать этой войны, если мы правда, да, действительно хотим избежать этого конфликта, нам надо подумать. Я хочу… Я бы назвал это разведкой, знаете, популярным словом разведка. То есть надо разведать и вынюхать, разнюхать все моменты, ну, как сказать, в той работе, в той деятельности, в том человеке, с кем мы будем взаимодействовать. Причём, я заметил, это касается вообще всего. Для девушек это любой партнёры. То есть надо очень внимательно всё, как сказать, разведать и узнать про этого человека. И ни в коем случае не поддаваться на слепые чувства. Вот, какой он прекрасен. Вот я, мои коллеги, женщины, то есть я не так часто провожу семинары только для женщин, но есть такое. А мои коллеги проводят вот семинары для женщин, и я, поэтому я смело, когда ко мне приходят с такими вопросами, как на эти партнёры, я знаю, куда отправить. Да, и я вижу, что для того, чтобы выбрать партнёра, надо действительно очень хорошенько всё разведать. Если выбрать работу, надо всё разведать. Если мы хотим, чтобы наш ребёнок куда-то поступил какое-то время, да, я, возможно, повторяю, какие-то, может быть, даже глупые вещи. Проблема в том, что люди этого не делают. Вот проблема в том, что вот те люди, с которыми я, как сказать, общаюсь часто, не делают такие вещи. То есть разведать и контролировать. Контролировать и проверять. Поэтому я всегда делаю такую диагностику. Если ко мне приходят люди, у которых конфликт на работе, я оставлю три показателя таких. Первое. Я узнаю. Вообще люди разведали, что они собираются делать. Да. С кем ты хочешь вообще начать эту работу? Ты вообще хорошенько узнал про этого человека? Хорошо. Если ты хорошо узнал, например, у тебя свой магазин, да, ты хорошо узнал всё про этих продавцов, да. Ты им взял к себе. Они у тебя работают. И, может быть, какое-то время работают нормально. Хотя, конечно, тут ещё та должна быть стратегия, чтобы люди вообще работали и не играли. Вот. Потом надо контролироваться. И вот здесь уже возникают многие моменты, что люди не любят контролировать или стесняются контролировать и так далее. Людям проще, ну, как бы, встылить и накричать, да. Вот я говорю такие вещи, и сейчас кого-то я чувствую, да, такая две реакции. Ну, нет, я как бы, я не вспыливаю, я не кричу, там, у меня такого нет. Вот. Или контролировать это как-то, ну, может быть, стеснительно, бездуховно, это как-то… Ну, как-как? Мы хотим избежать стресса. Это правда, это важно. Мы хотим жить в здоровом теле. Мы хотим не употреблять никакие вредные вещи, не курить, не пить, в принципе. Мы хотим сохранить здоровье. Мы хотим сохранить семью. А как это сделать? Ну, надо идти на некие, что ли, сознательные жертвы. Одна из сознательных жертв – это контроль людей, с которыми ты работаешь. То есть, есть такая простая фраза, которой трудно следовать. Сделай все так, чтобы человек, который с тобой работает, не ошибался, чтобы у него не было шанса вообще ошибаться. И вот здесь это, конечно, сложный момент. Думать, как вообще мне сделать так, чтобы этот человек не вызывал у меня веру в воздействие. Как создать такие условия для работы? И здесь я рекомендую именно думать об этой, как сказать, о контроле людей. И я вывел такую форму, что контролировать людей легче, если ты настраиваешь их на какой-то момент позитива. Нужно делать вместе какие-то вещи, чтобы настраивать людей на позитив. Поэтому, например, по утрам, я когда-то, у меня коллектив какой-то людей, да, до 5-10-го, разные города в странах. И мы собираемся, и мы говорим, как классно мы сделаем сегодня какое-то дело. То есть, понимаете, зажечь. Я бы, я когда исследовал, я когда читал Серафима Саровского, оказывается, и в древности русских семьях такое было, что люди вставали там, рядом, там, перед завтраком, там, хвалили высшую силу, призывали все высшее, светлое, прекрасное, желали всем добра. То есть, это было нормально. Вот сейчас как-то с этим это все как-то увядает. Поэтому я думаю, что нужно делать это специально. Поэтому я желаю, чтобы вы стали такими, ну знаю, мотивирующими силами для своих знакомых, для своих близких, для своей работы. Да вообще, ну почему бы вам не загореться так изнутри мощной, сильной, позитивной энергией и накачивать эту энергию вставить. Там, ребята, у нас все получится. Там, мы сможем. Да, не всегда это получается. И иногда мы сами опускаем руки, но этого не должны видеть другие одна, когда это нехорошо. Вот все-таки нам предстоит стать, вам предстоит, всем нам. Мы можем стать такими, что ли, лидерами вот по этой жизни и вдохновлять людей на позитив. И это позволяет контролировать ситуацию. Поэтому избежать стресса в этом плане. Я думаю, что надо хорошенько контролировать ситуацию. И контроль помогает избежать многих проблем. Следующий момент, о котором бы я хотел сказать, это выбирать удачное время. Я благодарен, что у нас есть видео. Я вот, знаете, гадал. Думаю, скайп будет видео, не будет. У нас есть видео. И я сейчас хочу показать некоторые практические вещи. У нас сегодня будет две практические занятия, два практических задания для вас. И вот первое практическое занятие. Всему есть какое-то свое время. Мы не можем, например, раньше времени выйти замуж, какого-то трехлетнего ребенка отдать замуж. Хотя, может быть, где-то это и происходит. Но как-то в России у нас особо применено. Он должен созреть, понимаете, для того, чтобы его скушать. Все должно приходить вовремя, в конце концов. И нам фактически есть книга жизни. У некоторых книгах жизни, где есть предписание. Книга жизни я называю эфемеридой, то есть астрологическую книгу, где написано, скажем так, периоды воплощения нашего желания. И это тоже я, это не вера, это практический навык, практический опыт. Всегда есть время для того, чтобы воплотить какое-то желание. И когда приходит время для воплощения желаний, нам нужно собрать все внимание, все силы, не знаю, договориться со всеми, чтобы наше желание исполнилось. То есть если вы хотите что-то исполнить, вам предстоит знать это время, сконцентрироваться, чтобы оно, так сказать, исполнялось. Из опыта я знаю, что надо не просто думать, что я, например, там 1 марта исполню свое желание, подойду к этому человеку, я скажу эти вещи, я позвоню тому-то, там я сделаю это доброе дело, этого мало. Надо себя хорошенько настроить, что именно 1 марта я не буду заниматься ничем другим, а только буду исполнять это свое желание. То есть, не знаю, надо договариваться с людьми, чтобы все напоминали, себя заряжать. Ну и опять же, обращаясь к лучшим силам добра, гармонии, любви, настраивать на то, что у нас хватит сил исполнить это желание. И чтобы это случилось, конечно, поддержка необходима, поддержка тех людей, которые рядом с вами, которых вы любите. Чтобы не происходило так, знаете, как один тибетский монах мне рассказывал, я путешествовал раньше, часто путешествовал в Индию, и однажды на юге Индии, скажем так, юга, получается, восток, да, Калькутта, вот недалеко от Калькутта, мы были в храмах. И был очень смешной храм, меня поразило, что такое есть. Люди приезжают туда, чтобы сделать зачатие ребенка. То есть, ну, в принципе, это нормально, я так полагаю. Но сам момент, что люди хотят получить благословение на своего будущего ребенка, я целиком согласен с этой идеей, я, так сказать, понимаю, что это так и есть, что это правда, я знаю людей, которые этим занимаются в России, что для того, чтобы сделать удачное зачатие, эту душу нужно притянуть. И вот в этом храме монахи занимаются буквально следующей вещью. Приезжают люди, им делают астрологический расчет, чтобы этот мужчина и эта женщина в определенное время, именно в это время, делали зачатие ребенка. То есть, у них было самокупление, удачное, в нужное время, в нужном месте. Что в этом вообще случилось? И трудная работа монахов в заключении в том, что человек так устроен, что в тот день, когда ему надо успокоиться, да, оказаться со своей возлюбленной, там, вот в этом шалаше священном, то есть, они куда-то одеваются, обязательно они куда-то испаятся, там, значит, что-то случится у них, они как-то расстроят друг друга, или этот мужчина захочет пойти поискать какую-то другую женщину, и эта женщина, ну, что-то тоже захочет посмотреть на какого-то другого мужчину. То есть, именно в это время они сделают что-то такое, что обязательно, как сказать, не будет способствовать этому благоприятному зачателю, ради которого они прилетели там из Европы, может быть, или из Канады. Вот так вот, это вот, это, как сказать, я видел такие моменты, что люди не используют тот благоприятный случай, который у них наступил. И наоборот, если есть какое-то напряжение, и вы знаете, что есть неблагоприятное влияние светил, то в это время надо быть осторожным, убедительным, ну, и ничего не делать. Я знаю, что у нас получается, что в 15-м число, по-моему, затмение будет. То есть, в это время не стоит, так сказать, предпринимать как-то нового шага, потому что это опасно. Практическое занятие в чем? В чем, собственно, практика, да? Наши ногти. Я сам очень-очень использую этот момент. Он всегда работает. Ну, я мужчина, мне проще, я не крашу ногти, да? Хотя в Южной Америке уже многие мужчины начали крашивать ногти. Так, смотрите, у мужчин наверняка вы все это знаете. Я просто хочу... Еще одно выпадение у нас произошло. Появился, говори дальше. Затмение уже влияет, я так понимаю. Да, я чувствую не только затмение, интернет под властью затмения. Да, хорошо, продолжай. Отлично. Значит, ну, мы, наверное, остановились на ногтях, да? Да, ты сказал, что мужчины в Америке Южной красят пальцы, ты не красишь, и вот, посмотрите на руки и... Спасибо, да, спасибо, да. Спасибо, что ты оценивал эту шутку, да, все, я нормальный парень. Вот. Так вот, что касается ногтей, я, ну, действительно использую это знание для себя. Каждый палец – это проявление определенной планеты. Ну, если коротко скажем, то визит это у нас Меркурий, и все моменты коммуникации проходят через этот энергетический канал. Планеты Меркурий с того, веялья. Следующее – Солнце, безымянное. И все моменты, связанные с творчеством, творческим самовыражением, ну, также наши эмоциональные силы в плане воздействия людей тоже проходят по этому пальцу. Все, что касается Солнца. Средний Сатурн, да, что касается судьбы, ограничений, да, какой-то моменты концентрации или структурности, да, все сюда. Власть, вопросы власти, взаимоотношения с властью, туда, то есть судьбы, это все указательный палец. Большой палец – это у нас, я прошу прощения, Сатурн – это у нас Юпитер. Большой палец – это у нас Венера. Поэтому здесь все, что касается душевных вещей, именно касается души, любви, более возвышенной. И если мы посмотрим на наши ногти, то периодически на них появляются точки. Это может быть в основном белые точки, либо небольшие черные полосочки. Ну, черные точки обычно, ну, как бы редко бывает у людей, поэтому я сильно об этом говорить не буду. Суть в том, что для мужчин правая рука – это позитивная рука, положительная, то есть на ней все позитивные вещи будут проходить. У женщин наоборот. Правая рука, по ней показываются всем, ну, что ли, разрушительные тенденции. Поэтому, ну, и, соответственно, наоборот, у мужчин левая рука – это делит разрушение, показывается разрушение. И периодически нужно смотреть на свои ногти. И я заметил, всегда совпадает появление точки, белые точки, может быть, или черные полоски, на негативной руке, скажем так, условно, с какими-то трудностями, передрягами, которые будут в судьбе. Это происходит всегда. Вот, поэтому я рекомендую задуматься на такую вещь. Вселенная посылает нам подсказки. Если какая-то подсказка, связанная с периодом две недели, три недели, да, несколько дней, она может появиться на ногтях. Потому что точки бывают, появляются на самом, как бы, на начале ногтя, да, не знаю, как это по-русски, вот там, где начинаются ногти. И растут вверх, и, может быть, две недели это будет продолжаться. Хотя, бывает, они замедляются. И бывает, появляются прямо моментально. Ну, например, у меня тут был цикл непростых событий, и у меня черная точка, точнее, полоска, появилась на левой руке, на указательном пальце, прямо вот взяла и появилась. В самом конце. То есть, как бы, вселенная мне говорит, слушай, вдруг, прямо сейчас у тебя что-то будет происходить. И мне нужно было, ну, как бы, собраться, чтобы не попасть в трудные ситуации. И это действительно было серьезно. Я также внимание уделяю сна. Если нужно будет, я сброшу тот сонник, которым я пользуюсь. Это, ну, есть у меня сонник, такой составленный, позитивный, который мне тоже очень помогает, помогает моим друзьям. И в соннике я все время смотрю то, что будет происходить сегодня, максимум завтра. То есть, те сны, которые приходят, они тоже определенной подсказкой, ну, обладают. Поэтому, о чем я хочу сказать? Есть удачное время в семье, и надо быть внимательным к тем подсказкам, которые приходят. Буквально вчера ко мне пришла женщина на прием, и мы с ней разговариваем, и я вижу, что у нее способности чувствовать энергию. Я ей сказал об этом. Она предприниматель, у нее магазин свой, она говорит, да нет, вы знаете, я ничего не чувствую, не знаю, что там, вы увидели такое. Я говорит, пытаюсь, я там уже ходил на какие-то курсы по астрологии, туда-сюда, но говорит, ничего не вижу, ничего не чувствую. Я ей предложил, говорит, давай сделай эксперимент, я сегодня сделаю энергетическую чистку, и ты попробуешь после этого. Энергетический интенсив, то есть это была практика, как сказать, ударить энергетически по своей проблеме. Где-то два часа мы занимались, и там был определенный динамизм, в процессе которого она почувствовала очищение, и после, когда мы закончили, она говорит, я увидела действительно, как движутся между людьми энергии, я это увидела, пережила, это правда, это, говорит, есть, во мне это случилось. Поэтому иногда, если людей не интересуют такие вещи, как, ну, так сказать, наблюдать за ногтями или видеть сны вещи, и они, в принципе, в это не верят, это связано не только, как сказать, с тем, что это знание неправильное, а с тем, что человеку предстоит что-то в себе изменить, чтобы очищение с ним случилось, и он впустил это в свою жизнь, в общем-то, стал, как сказать, это видеть. Вот этот момент я бы тоже отметил. И четвертое, о чем бы я хотел сегодня сказать, и, так сказать, выставить на обсуждение, это, собственно говоря, сам позитивный настрой. Не секрет, что у всех у нас опускаются руки. Это бывает у кого-то часто, бывает у кого-то, так сказать, редко происходит, но все-таки нам всем нужна поддержка. Фактически и детям, и взрослым, не знаю, президентам, периодически нужна поддержка. И вот этот вот момент четвертый, который я хочу сказать, стресс возникает, когда мы наполняемся пессимизмом, когда мужчина теряет цель, когда женщина теряет любовь и веру. И вот если, например, мужчина, у которого есть большая цель, чувствует, что у него опускаются руки, возникает пессимизм, если он не вспомнит снова об этой цели, то, может быть, на какое-то время у него будет серьезный стресс. И если он хочет, чтобы у него, не знаю, семья его уважала и все было в доме, он не будет пить, потому что у него есть цель быть примером для своей дочери, быть примером для своих окружающих, быть примером, помочь семье, помочь стране. У него есть такая цель, и поэтому если руки опустились, он выстрелит, и да. И такую вещь, которую я хочу сказать по части поддержки, я даже некоторые моменты специально записал, когда думал о нашей встрече, я их даже зачту. Первое, что я попробовал в эти дни делать, когда готовился к нашей встрече, это искренняя поддержка другого человека. Вроде бы, это простые вещи. И я делал такой тест. Я спрашивал у людей, которым им давал задание искренне поддержать, искренне похвалить другого человека, насколько они чувствовали искренность в этом. И вот здесь я заметил, что когда делаешь это как бы специально, возникает такой некий момент напряжения. Я говорю тем, кто пришли к нам на занятие, давайте вы сейчас поддержите этого человека, ну скажите ему комплимент, скажите ему позитивное слово. И реакция обычно такая, ну как бы в какой-то другой ситуации я это сделаю, а сейчас специально не могу. И у меня всегда по этому поводу такое, как сказать, не то чтобы сомнения, нам важно тренироваться, чтобы пробовать, еще еще делать это специально, делать это в любой обстановке, научиться это делать всегда. Потому что если ты не можешь это делать всегда, поддержать другого человека, когда у тебя опустятся руки, ты точно уже этого не сделаешь. Поэтому поддерживать наших детей, близких, в любой ситуации очень важно. Вот, знаете, сегодня моя помощница, она пошла на занятие к женщинам, и я готовился тоже к нашей встрече, пошел погулять, я попросил оставить компьютер, с которым, собственно говоря, я сейчас с вами разговариваю, и она написала на компьютере, да, я желаю вам удачи, вы очень талантливый человек, у вас большое будущее, люди вам верят. И я читаю эту записку, которую она оставила, и думаю, да, мне приятно, это искренне. То есть, она это сделала, хотя я такой человек, ну, как сказать, мы все люди, у нас разные ситуации бывают в жизни. И она написала такое поддерживающее письмо, я думаю, здорово, то есть, это правда помогает, это нужно. Я почувствовал в этих словах такая искренность, вот, поэтому искренне поддерживать других людей, потому что, ну, без этого нам сложно. Второй момент, который я часто испытываю на себе, поэтому, что в этом сказать, вот, все хорошо в меру, да, есть люди, которых несет по части, как сказать, комплиментов, поддержки и так далее. И здесь надо быть осторожным и внимательным. Поэтому, если мы хотим сказать какой-то тост во здравии какого-то человека, чтобы это не стало за упокой, надо учиться и пробовать делать это в меру. Ну, например, я делаю такую, как сказать, ну, тренировку, фактически каждый день, вчера такая была тренировка, или позавчера, я попросил группу людей коротко сказать о той хорошей цели, которую они воплотят. Ну, люди вставали, говорили там минуту, потом, если какие-то 30 секунд, они говорили там 30 секунд, потом 20, потом 10, потом я просил говорить всего два слова. То есть, краткость, сестра, таланта, это правда. То есть, сокращать, как сказать, позитив для себя, для другого человека, ну, как сказать, все делать коротко, в меру, это важная вещь, давайте будем пробовать, давайте учиться. Поэтому, если вы хотите попробовать, вы можете сегодня сделать первую вещь, это искренне похвалить своего высокого человека, да, можете сделать это 10 человекам, поставить смс, искренне похвалой. Когда вы будете писать эту смс, да, там, взяли, пишите эту смс, вы можете сократить ее, посмотрите, да, там написали, там, 10 слов, может быть, можно 5, 6, 7, там, да, и так далее. Попробуйте сократить эту вашу смс. И еще, что я заметил, стресс накапливается, когда возникает какое-то, ну, что ли, однообразие и монотонность. Я часто видел, как женщины переделывают квартиру, что-то новое ставят, там, цветы, новую зелень, не знаю, это здорово, девчонки одевают новые наряды, там, новые парики, как-то по-новому красятся. Разнообразие, это всегда здорово. И я стараюсь поощрять тоже разнообразие, поэтому мы там по-разному одеваемся, мы стараемся в новые места ходить. Ну, господи, разнообразие везде нужно, даже если вы занимаетесь спортом, не знаю, кто ходит, пытается качаться, не знаю, вы ходите в лес, вы стараетесь делать что-то новое. Нормальный тренер, он все время скажет так, в понедельник это, там, в груди пресс, там, во вторник плечи, там, и ноги, и так далее. То есть, все время какие-то разные упражнения, разные группы мышц. Ты всегда занят, и ты не перенапрягаешься, и тебе интересно. И там Денин говорит, ну так, ну нормально, все, это уже хорошо. А вот это еще слабо, давай. Вы думаете, ух ты, как интересно. То есть, я еще буду заниматься. Поэтому разнообразие на работе, мы сейчас делаем такие вещи, раз в неделю обычно я задаю какой-то тон для своей группы, для своего чата, который я веду. Я думаю, в течение недели, то вот на этой неделе, например, будет там 7 дней здоровья, мы будем говорить о здоровье, о разных рецептах, на вторую неделю, что мы будем делать. задайте тон. Почему бы и нет? Попробуйте, задайте тон для своего ребенка, для своей семьи, для своей работы, задайте тон. Я два года назад был в Крыму, там у нас такой центр для детей, подростков, воспитываем детей, талантливых. И я там был проездом, мы ездили на Ай-Петре с группой мужчин, искали там места силы, и меня попросили зайти к детям. Мне говорят, знаете, такая проблема, что они не хотят убираться. Я думаю, что надо новое сделать вообще? Дети не хотят убираться. И я вошел в костюме пиратов и говорю, слушайте, вообще тут клад где-то есть. Они такие, опа, ничего себе, пират, тут есть клад. Они там раз, ну в общем, мы начали играть, в следующий день там мы как джедаи были, потом не знаю, как еще кто-то, космические герои. Мы еще что-то искали, и чтобы найти что-то, мы должны были это убрать. И это важно, потому что, когда ты так себе постоянно, как сказать, создаешь жизнь, ты чувствуешь, что стресса меньше. И я не думаю, что я говорю какие-то странные вещи. Это можно создать. Я, например, на каждом ретрите, ну в семинарах, да, в 5-6 дней, я делаю это в миниатюре. Потом мы пробуем, каждый, каждый, кто был на занятиях, едет в свой город, пробует делать у себя, в семье. Это можно делать. При групповой поддержке, при вот таких прекрасных передачах, славянское радио, в чатах, в интернете, можно задавать какой-то интересный том, и люди будут, ну не знаю, как это сказать, все время чем-то заряженным, новым, интересным. Это важно, это здорово. Станьте такими, не знаю, проводниками добра, интереса, и точно вы увидите, что в вашей жизни больше становится ярких, интересных красок. Это важно. Жизнь однообразная, люди начинают из-за этого пить, сильно разрушаются, поэтому, ну, мне кажется, нам стоит найти себе силы, а я верю, что у вас есть такие силы, и начать создавать постоянно какой-то творческий процесс. Вот, в принципе, вот эти основные моменты, которые я говорил, то, что я заметил в своем чате, что стресс вызывает то, что мы не понимаем. Может быть, не грех говорить об этом, потому что я сам иногда говорю непонятно. Ну, краткость ста таланта я уже говорил, стараться изъясняться понятно, это такая вещь редкая, важная, ну, по крайней мере, может быть, у кого-то это получается, радуйтесь, что вы излагаете понятно, коротко, люди вас понимают, потому что это тоже, так сказать, помогает жить без стресса. Ну, что ж, в принципе, это все, и вторая практическая речь, которую я вам хочу сказать, сейчас у нас февраль, в феврале обычно холодно, напряженно, жизнь без витаминов, поэтому я хочу вам дать определенный рецепт. Ну, к сожалению, я вам сейчас не могу это показать, но, в принципе, это можно снять, как я это делаю. Рецепт заключается в следующем, сделать такой здоровый, приятный завтрак. Я вам дам два момента. Один ежедневный завтрак, один праздничный. Я проращиваю пшеницу. То есть, обычно, в той жаре, которая у нас есть в квартире, хватает, ну, суток примерно, чтобы пшеничка начала прорастать. То есть, мы моем пшеницу, как обычно, господи, вы легко узнаете, как это делать, заливаем водой, потом переключиваем на мясорубки. Обычно на одного человека хватает по морковке и по яблоку, да, или можно одну морковку, одно яблоко, если вы хотите чуть побольше. Несколько ложек пшеницы пророщенной. Если это 4 ложки пророщенной пшеницы, то 2 ложки орехов. Ну, например, я сейчас грецкий орех использую. Все, туда же мясорубки. Потом яблоко, да, опять же, изюм. То есть, что-то может быть сладко-кислое, или черный изюм, или даже глюкву вяленый, или что-то такое. Вы тоже пару ложек кладете. Все это перемалываете. После этого, чтобы все это скрепить, можно очень хорошо сделать, если на блендере измельчить как-то так, геркулес. То есть, просто геркулесную кашу вы берете, как-то в фобе. Измельчаете их. Тут добавляет немножко корицы, чтобы был такой специфический вкус. Все. И это как тесто используете, без воды, без ничего. То есть, там же есть уже сок. Вы это скрепляете, делаете просто шарики. Если хотите, чтобы это было вкуснее, можете повалять в кокосовой стружке и посыпать там какао сверху, например. Ну, я для девчонок, для девчонок своих я это делаю, им нравится. вот такой десерт получается. Ну, ребята, кушают их, как сказать, без какао, без стружки. Все. И вот такой шарик возьмите и скажите. Если вы хотите сделать более такой, что ультонизирующий, надо вместо яблока положить в кокосов. Просто берите укроп, такой же свежий, так же его перемалываете. Все. Ну, и сухофруктов не нужно. То есть, глюкву и как это, изюм тоже не нужно. Просто морковка, просто укроп, потом что там еще? Зерна, орехи, ну и все. Потом добавили сверху лимона, вот и вы можете отлично каши. Поэтому здравия, здоровья, сил, желаю. Попробуйте. Попробуйте это сделать. Рецепт, ну, можно в принципе напечатать, поэтому попробуйте это сделать. И здоровья, приятного аппетита. Савтра утром, вечером не очень хорошо есть, потому что это калорийная. Ну, если у вас сегодня ночью большая любовь, то тоже в принципе можете это сделать. Все, спасибо большое. Готов отвечать на ваши вопросы. Эки ты гурман и затейник, оказывается. Понятно, хорошо. Ну что ж, ставлю небольшую отбивку, после этого переходим ко второй части нашего сегодняшнего эфира живого, где начнем уже озвучивать из чатов Ютуба и нашего Народно-Славянского радио сайта вопросы и реплики. Народно-Славянское радио для пытливых умов. Продолжение слушайте в следующей части. Редактор субтитров А.Семкин,